добрый вечер друзья вопрос доброго времени суток меня зовут иван мне 32 года по профессии инженер механик диплом специалиста институт закончился ладно работаю по специальности более 8 лет то есть лет 30 парнем так много ковырял интернет по данному вопросу прямо хочется видео назвать знаете в ковыряние интернету никакого смысла нету ну это так просто поэтическое значит много ковырял интернет по данному вопросу сразу скажу что мне моя работа нравится хочу и дальше заниматься любимым делом в другой стране через вашу школу проходит множество людей уверен вы сможете подсказать и об устройстве в профессиях не связанных с айти ну чем сможем знаете как у меня такой план иммиграции прошу конструктивные критики и совета посредством ваших видео думаю что лучшим вариантом будет поступление на магистра в один из университетов штатов на мастера у нас называется на мастер в один из университетов штатов для более плавного периода адаптации познания специфики обучения современных технологий получения полезных знакомств ну чё же но недостаток данного варианта будет отсутствие возможности обеспечить свое существование правильно я понимаю студентам работать вне кампуса нельзя после обучения спокойно устроиться инженером механиком спокойно не у не удастся все-таки надо иметь разрешение на работу другой вариант устроиться на простую работу типа драфтера чертежника по нашему рисовать чертежи по эскизам инженера таким образом войти в профессию снова с низов но в этом случае я рискую так и остаться на низшей ступени по скриптум по скриптум приехать рассчитываю легально играю в лотерею подумываю о студенческой f или джей визе по стажировке с последующей h1b о как легально ну давайте давайте начнем раскладывать по полочкам тут некоторая такая у нас лесенка сейчас получится итак друзья что у нас на руках у нас есть инженер механик который любит свою профессию и который хочет легально как бы оказаться в сша с правом на работу вопрос откуда это право на работу и там тоже отдельно отдельно стоящий вопрос но в частности вот мы про инженеров механиков про устройство на работу и так далее я могу сказать вам что столько сколько я знаю советских там российских украинских инженеров механиков которые приезжали в сша с правом на работу и хотели оставаться инженерами механиками вот столько их осталось инженерами механик безусловно были люди которые ну как бы так ограничились тем чтобы быть вот драфтерами до чертежниками они приезжали брали какие-то курсы на этом я-то давно как бы это вот наблюдаю вот в то время когда вы только приехали там 25 лет назад все массово вот люди эти с этой профессии они шли изучали вот опять такой значит инструмент чертежный вот и соответственно знание о таки да плюс некоторые представления как бы которую инженеры всегда есть механика значит это вы это им позволяло устраиваться чертежниками и чертежник в целом уже ничего ничего так зарабатывает уже ничего но конечно это не не инженер поэтому многие люди там соглашались быть чертежниками радостно но потом перебрались в инженеры некоторые как-то так не почесались и и не стали инженерами это тоже бывало но это как бы результат того что они ничего для этого не сделали вот все те кого я знаю кто так инженерно настроенный был народ все все работали инженерами и неплохо зарабатывать инженеры механики здесь совершенно нормально зарабатывать я уверяю это вполне приличная профессия вот поэтому нет такой проблемы вот у меня есть разрешение на работу я инженер механика и я вот устроюсь не устроюсь там и так далее даже если вы начнете чертежником но захотите потом стать инженером значит некоторыми усилиями вы перескочите это не то же самое что сразу инженером но но смертельного номера там нет нормально как бы опыт иммиграции массовой иммиграции такой что все кто хотел перескочить следующий вопрос и может быть самый первый даже вопрос это вопрос о том откуда собственно возьмется у парня разрешение на работу он говорит я легитимно хочу вот я значит играю в лотерею и я хочу сказать если вы играете в лотерею и приезжаете с грин карты вы абсолютно ничем не отличаетесь вот от нашей волны иммиграции беженской когда мы все приезжали и у всех было разрешение на работу куда приехал и вперед да пожалуйста вот значит все равно это не отменяет как бы владение английским достаточное для работы и так далее но как бы то есть вариант грин карты абсолютно вас выравнивает так сказать со всеми остальными легитимными иммигрантами вы можете применить к себе вот всю ту так сказать статистику и весь тот опыт трудоустройства инженера механика инженерами механиками которые были до вас тут значит теперь мы говорим про визу студенческую джей или студенческую визу f1 и так как то она так знаете проходит мол а чё там действительно ну действительно вот вы можете приехать по визе джей и это конечно лучше чем f1 да потому что это вы сразу приехали а сразу работа есть может быть там немного платят но у вас работа есть сразу вопрос только в чем значит какие ваши шансы перебраться с визы джей на визу h1b вот и шансы так прямо скажем небольшие я как раз сегодня утром на работу ехал и на эту тему мы беседовали значит лотерея эти то есть даже если вы найдете кого-то кто захочет вас взять что может быть еще и не так сложно у вас дальше вероятность 1 4 что что вас просто не возьмут в силу потому что вы не пройдете лотерея поскольку не хватает квоты на вот эти вот самые визы вот вот собственно и все вот поэтому я бы на вашем месте шире смотрел то есть скажем я бы в легитимное трудоустройство включил бы например политическое убежище дело ваше я просто так как бы требует просили критики конструктивные значит вот я конструктивно говорю что я бы еще рассмотрел и это тоже теперь что у нас дальше там идет виза студенческая f ну примерно то же самое только еще хуже потому что денег-то учиться у вас нет это же надо за учебу платить и ну мы мы знаем айтишников которые вот учатся там в каких-то университетах где относительно невысокая оплата и можно как бы сразу идти работать там устраивается и так далее мы видим айтишников таких мы видим про значит инженеров механиков я просто не сталкивался но если вы на нашем канале сделаете поиск на татьяна богданова да то как раз татьяна специализируется по этим делам по учебным программам сша в частности в калифорнии и вы ее найдете там ее контакты есть вы можете с ней поговорить на эту тему что она вам подскажет может быть это будет действительно очень ключевым и важным таким моментом в завершении вот этого дизайна может быть но но в любом случае какие-то деньги иметь надо вот иначе виза f даже если у вас есть разрешение в смысле даже если вы можете по этой визе сразу идти начинать искать работу все равно у вас может это дело не получиться потому что у вас может не хватить начального капитала для этого потому что все равно нужно приехать все равно нужно что-то заплатить за обучение потому что нужно все равно какое-то время значит пройдет пока у вас появится разрешение на работу и самое главное пока появится первая работа тоже все не так просто быстро и так далее для человека который вот как бы в новой для себя стране и так далее очень надо запас какой-то денежный иметь я хочу сказать что денег совсем нет тогда ищите джей ищите стажировку и уже с ней как-то разбирайтесь я бы я бы так сказал вот а в общем что мне нравится в плане мне нравится что человек любит свою профессию и хочет в ней работать и это дорогого стоит это дорогого стоит это передается другим людям это энергетика очень хорошая значит первое второе что мне нравится что это востребованная профессия это не то что вы должны там я не знаю быть одним из тысячи чтобы вас взяли там сделали вам эту рабочую визу чтобы там в этом как-то начали хорошо себя чувствовать профессиональные так далее это достаточно массовая профессия и и она востребованная и и платит хорошо и в общем все путем абсолютно все у вас нет никаких проблем с профессией вы бы конечно может быть легче решали бы свои задачи если бы это было что-то айтишное но но я вас уверяю что может быть вам и не надо так сильно думать о том что было бы лучше если пойти что вот вот и не факт может быть то есть может быть там в 10 раз меньше позиции куда можно пойти но в 50 раз меньше людей которые хотели бы поэтому не знаю никаких статистических таких у меня данных нет но вполне вполне возможно вот что еще сказать у меня сложилось ощущение что с точки зрения планов некоторые такая присутствует что ли как это романтичность то есть когда встает вопрос там о попадании в страну вот так как-то так мимоходом так говорит ну я там в лотерею играю ну чё же это всерьез же это мы не ну чё мы всерьез то про лотерею дальше там говорит вот я думаю там джей там или ф но денег у меня нету понимаете это не серьезный разговор но вот ну что такое денег нету но хочу по студенческой и там же надо тюишин платить как же так так просто не проскочь но или во всяком случае нужно разработать этот вопрос то есть чтобы от общей идеи что надо платить но может быть можно заработать перейти к конкретике какой-то значит и я естественно не владею поскольку в этой профессии ничего не знаю вот так что вот нет некоторая проработанность я я вижу она так как бы на очень таком начальном уровне и чтобы этот план стал ну руководством действия что ли так давайте скажем я бы вот хотел видеть там вот немножко больше проработанности вот вот собственно и все а в целом в целом я как бы с с одобрением отношусь я не знаю только чего я не знаю что там семьей вот я не понял там есть ли семья если дети как вот он это все планирует вот в этом в этом смысле вот и ну в общем я бы конечно скажем так вот чего чего бы я хотел услышать в этом плане чтобы сказать да парень практически безошибочно значит придет в точку я бы хотел слышать такую фразу там типа я хотел бы быть я я хочу легитимно я хочу либо по лотерее либо по студенческой но в принципе я допустим рассматриваю возможность политического убежища тоже и я бы сказал себе ну да наверное там процентов на 90 это именно тот путь который в итоге и будет то есть он как бы он в порядке он он нормально вот поскольку это фразы не было то я начинаю сомневаться потому что резко 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 сужены те пути которые у него есть но может быть он к этому придет когда в америке окажется с людьми поговорит и так далее и вот просто сегодня это самый такой с моей колокольни я не знаю я то что просто в школе у меня студенты я смотрю на них это это очень очень массовый такой путь вот собственно и все так что мы пожелаем человеку успехов и пусть движется к тому чтобы работать по профессии расти развиваться и так далее счастливо у меня все еще раз да и все еще раз да да и да да и